Линейки, как вы знаете, в общем-то отменены, но это не значит, что не состоится праздник 1 сентября, который так дорог каждому ребенку и особенно первоклассникам. Наши дети, согласно рекомендациям, придут каждый класс в назначенное им время. И первый урок, урок «Классный час» будет посвящен очень важной и памятной для каждого из нас дате 75-летию Победы. Всего сколько будет входов работать сегодня? Три. Три входа, да. То есть каждые 15 минут будут проходить дети. Каждый учитель будет встречать свой класс. Естественно, мы заранее детей, родителей уведомим, дадим расписание, какие классы проходят через первый вход, какие через второй, какие через третий вход проходят. Каждому классу будет отведено 15 минут. Это вполне позволяет провести детей, осуществить термометрию. Если кто-то будет заболевший, значит, таким образом этих детей каким-то образом обозначить и провести класс и разместить в классном комнате. Вдруг выявилось повышение температуры. Как дальше будет с ребенком? Куда его денут? Как об этом уведомят родителей? Конечно, если случается вдруг такое несчастье, мы должны у ребенка померить температуру три раза, чтобы действительно убедиться, что это не перегрев, что это никакая другая причина. К нему подойдет медицинский сотрудник, который его посмотрит. Мы, естественно, сразу же сообщаем об этом родителям, выясняем, не было ли каких-то признаков недомогания ранее. И потом кто-то из родителей приходит и встречает ребенка, если это такая достаточно терпимая ситуация. То есть температура 37,2, его можно забрать домой, понаблюдать и так далее. Если вдруг, к несчастью, температура будет 39, мы опять-таки извещаем родителей и вместе с ними согласовываем, если это необходимо, в госпитализации на скорую помощь. Реклама 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 Все, он начал работать. И учитель приходит в класс, включает. Реклама 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 Класс уже проветрен. И, соответственно, начинается урок. Как часто будет работать рециркулятор? Вы знаете, там режим работы 1-3 часа. То есть учитель следит за этим, включил его, через пару часов он его выключил. Во время перемены дети вышли в коридор, открыли окна, вошли на урок, открыли окна в коридоре. У вас рециркулятор сколько один нас, какое количество? У нас в каждом классе есть рециркулятор. Здесь не расписание уроков, а расписание как бы звонков. Вахтов, проветривание, влажная уборка, когда в столовую они идут, кто в другой класс, где в столовую. То есть тут весь их распорядок дня. У нас уникальный будет первый год, горячее питание. Дождались 1-4 класс, пойдемте посмотрим в столовую. Вообще она помещает детей порядка 180 человек, как мы пытались в прошлом году. Но для работы в новых условиях мы одномоментно можем кормить детей одного потока. То есть где мы с вами были в рекреации, вот эти классы, они прошли по одному потоку, они имеют право вместе прийти в столовую. И они здесь размещаются, у каждого класса свои посадочные места, столики. Для них уже все накрыто, они кушают и покидают ее. Каждый класс еще может и свои пожелания высказать. Поэтому вопросов каких-либо спорных по питанию у нас не возникает. У вас получается вот с 8, и когда окончательно все покинут детки? То есть последний урок для последнего класса на сколько заканчивается? Вы знаете, если это говорить об 11 классах, которые начинают около 11, конечно, уроки будут заканчиваться где-то в районе 16-40. Но это не страшно. Это не страшно. Тем более не все учителя будут приходить к 8 утра. Учителя-предметники, мы специально для них будем составлять такое расписание. Будет ловить. Ну, конечно, да. Да мы не просто ждем, мы уже соскучились по детям, потому что, ну, какая школа без детей? Не хватает детей. Не хватает детского смеха, детских глаз, пытливых таких, ждущих знаний, учителей. Мы очень хотим, чтобы дети поскорее пришли в школу и наступила стабильность. Продолжение следует...